итак друзья я вас приветствую на канале веселый инженер меня зовут андрей в сегодняшнем выпуске мы поговорим как же изготавливают сложные технологические детали и можно сказать что они еще их называют такие детали не технологичные то есть это детали которые ну не так просто изготавливать то есть по классической схеме которую мы все с вами знаем допустим там протачил про фрезеровал просверлил по закалил прошлифовал и в принципе уже все готово можно собирать да здесь такие детали они достаточно по-другому и тут маршруту и сегодня про это собственно говоря и будем разговаривать так смотрите я взял такую деталь корпус да вот такая деталь ухо если посмотреть да то есть если такое вот базовое применить чтение чертежа как я всегда говорю о здесь как бы ну очень много различных элементов да то есть вы можете здесь отмечать различные к примеру вот отверстия такие отверстия такие отверстия такие под углом отверстия различные разрезы тут раз точки даже видите по седьмой степени точности да то есть такие достаточно элементы интересно что-то даже есть с резьбой какие-то уклончики фасочки в общем много много всяких элементов которые необходимо изготавливать конечно если вы не имеете большого опыта работы в производстве то вы можете подумать что да не такую деталью там изготавливать сложно там да сложно она конечно изготавливается дан но есть один момент каждая такая поверхность почему я всегда говорю надо подходить комплексно к любому чтению чертежа каждая такая поверхность обрабатывается на своей операции том сложность такой детали что он имея много допустим различных поверхностей подлежащих обработки примеру вот вы видите раз два три четыре отверстия до его 4 отверстия вот два отверстия и вся сложность в том что вот вы видите они все находятся в одной плоскости но не в одной плоскости а вот они идут вот на этой поверхности на сверх соответственно при разработке технологического процесса данной обработку такой детали и то есть вот за одну остановку то есть вы установили эту деталь примера вот так да неважно в какой-то будет последовательности потому что конечно может быть до этого уже проффортирована ты там может быть что-то будет вытащена проточено это не принципиально на факт что вы установив сюда вы уже задаете вот это вот это отверстие дано с резьбой до на этим установки вы можете сделать это Может быть какой-то радиально-светлильный станочек Потом просверлить вот эти Вот сразу отверстия И можете сделать вот эти Ну скорее всего это отверстия Такие малепасенькие И уже видите совсем не так все страшно Сверху вам нужно профрезеровать К примеру эту плоскость Это еще одна операция Может быть эти операции могут быть разбиты На несколько станков То есть к примеру у вас будет 1, 2, 3, 4 Отверстия будут на одном станке Потом вторая операция Два отверстия на другом И вот эти 4 отверстия на третьем То есть может быть потом Вот эти 4 отверстия на четвертом станке В чем прелесть таких изделий Как прелесть Что обычно Такие детали Вот такие корпусные детали Где много всяких отверстий, поверхностей Они преимущественно Обрабатываются на целых участках Ну то есть Что я имею ввиду Вот смотрите Вот к примеру ваша деталь Да Вот Она в виде заготовки поступает к вам В цех То есть это какая-то отливка Если мы берем ту зитарь, которую я вам сейчас показывал Поступает к вам в цех Что дальше? Дальше Вас ждет Вас ждет оборудование Раз станок, два станок Три станок Обычно они вот так и стоят Да, то есть Какой-то такой вот Логической цепочки Линии Так И уже ваша деталь То есть Вот она поступила к вам в цех Сначала она попадает На первый станок Допустим Черновая фрезеровка Потом здесь Потом к примеру Токарка Потом дальше здесь Потом сверлятся Четыре отверстия Первых, четыре вторых Потом четыре еще отверстия Потом снимаются фаски Потом снимается это Потом снимается это И на выходе Вы уже имеете Полностью обработанную деталь И готовую То есть Это классика Так сказать Линии Да, то есть Обработки данной детали То есть Тут может быть Это я так Условно очень обозначил Да, то есть Это может быть Пять станков Десять станков Да А может быть И двадцать станков И тридцать То есть Абсолютно может быть Различное количество Оборудования И чтобы вы понимали На каждой операции Вы будете обрабатывать Какую-то только Одну поверхность Ну, то есть Это принцип Такой, знаете Не только даже Это К инженерии Да, относится Это принцип Любого Все А сложное Можно разделить На несколько Простых Когда вы раскладываете На несколько простых Операций То эта деталь Уже в принципе Не смотрится Так страшно Конечно Не рекомендую Такую деталь Брать К примеру Если вы студент Да То есть Не рекомендую Вам ее брать Для курсового проекта Или там Не дай бог Там Дипломного проекта Потому что Это очень много Операций Каждое нужно будет Описать Приспособление Все это Рассчитать Режимы резания То есть Вы просто Упаритесь Ну, конечно Если вы Не идете К примеру На десятку Там Не претендуете Но опять же Не факт Что такая деталь Можно на десятку И полегче Что-то взять Я обговорю Из опыта Потому что У меня Один товарищ Со мной учился В техникуме Он делал Дипломный проект По картеру моста Это было Короче Убойный проект Я не знаю Он там упарился Конечно Очень сильно Но он в итоге Защитился Все прошло нормально Но опять же Пришлось даже Пришлось даже Упрощать Пришлось Упрощать Ему Свою деталь Потому что Преподаватель Сказал Что в таком Виде Ну просто Ну невозможно Будет Сделать Он просто Упарить Там Так было 500 листов По моему Только Оттельная Записка Вот В принципе Вот так Изготавливаются Все Сложные Детали Да Если Конечно Все это Зависит От количества Выпускаемой Продукции Если Ваша Деталь К примеру Одна или Две Это какая-то Штучная Деталь То Конечно Она будет Борозировать По различным Станкам По различным Участкам Где-то Что-то Делаться Делаться Какие-то Кусочки Там То есть На одном Участке Здесь Четыре Отверстия На втором Участке Еще что-то На третьем Отфрезеровали Потом Уж другой Цех Поехала То есть Такое Если Это будет Такая Штучная Или мелко Мелко Серийное Производство То Этой Линии Никакой Не будет Выстраиваться Оборудование То есть Нету Просто Смысла Если Эти детали Будут идти Сотнями В сутки Или Тысячами В месяц То Естественно Будет Логично Сделать Целый Участок Либо Закупить Сейчас Делают Импортное Оборудование То есть Могут Прямо По вашей Детали Разработать Специальную Технологию Поворотные Столы Какой-то Обрабатывающий Центр Который Будет Даже Одна Но Одна Вряд ли Скорее Все Две Может Быть Три Установки А может Быть Это Два Разных Станка Но Это Намного Упростит Вашу Жизнь То есть Там Будет Приводной Инструмент Деталик Будет Крепиться Ворочиться Со всех Сторон Обрабатываться И Конечно Это Будет Достаточно Хорошее Решение Поэтому Коллеги Никогда Не бойтесь Сложных Деталей Они В принципе Позволяют Вам Сделать Достаточно Простое Решение Которое Вы В принципе Потом По которому Вы можете Разработать Техпроцесс Но Самое Главное Это Не бояться И действовать Поэтапно Хотя бы Одну Такую Деталь Вы разберете Сделаете Какую-то Технологию И Дальше Вам Будет Поверьте Уже Намного Проще Поэтому Остались Вопросы Пишите В комментариях Подписывайтесь На канал У меня Все Пока Пока